МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В понедельник утром в частном секторе юго-западного района произошел сильный пожар. Около полуночи в Арджинькизовском районе горела квартира. Во вторник в 6 часов утра полностью выгорел частный дом в поселке Семьключей. С 1 декабря в городе началась операция «Катушка». В понедельник утром в цыганском поселке по-депутатской произошел сильный пожар. Полностью сгорели обе половины дома на двух хозяев и на дворные постройки. Площадь пожара составила порядка 120 квадратных метров. Со слов соседей, хозяйка первого корпуса занималась собаководством. На заднем дворе женщина держала питомник. Именно с помещения, где жили собаки, и начался пожар. Пока хозяева занимались спасением животных, огонь перекинулся на дом и затем уже на соседнюю половину дома. От соседей точно. Наверное, она такая крутая девка. А это что, беднота? Пожар причислен ко второму номеру сложности. На пожар прибыло 5 пожарных машин. На локализацию возгорания и проливку потребовалось около 7 часов. Родственницу Валентины, 70-летнюю Любовь Шапаниди, чудом вытащили из горящего дома. К счастью, на пожаре никто не пострадал. Причина возгорания – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Во время экстренного подвоза воды пожарными произошло еще одно ЧП. Пожарная машина с включенными проблесковыми маячками спешила на пожар по Хасановской улице. Водитель «восьмерки», двигаясь по главной дороге, не заметил сигналов спецмашины. Произошло столкновение. Водитель своей вины не отрицает, однако теперь к расходам на восстановление своего автомобиля добавится еще и штраф. По словам водителя ВАЗ-2108, он всю жизнь зарабатывал на этот автомобиль. Стоит напомнить, что несколько дней назад горги БДД совместно с УГПС провели специальную акцию «Маяк», целью которой было предотвращение подобных аварий. Около полуночи в Родженикизовском районе, в доме номер 82, корпус 2, по улице Старых Большевиков, произошел пожар. Его причиной стало банальное курение в пьяном виде. 46-летний Евгений, по всей видимости крепко выпивший, уснул с сигаретой в руках прямо в постели. В то время, как произошло задымление, он был в квартире один. Когда приехала пожарная бригада, дверь была открыта. Как говорят пожарные, скорее всего пострадавший самостоятельно открыл дверь, пытаясь выбраться из квартиры. Соседи Евгения говорят, что он жил в одиночестве и крепко выпивал. Через некоторое время после прибытия бригады пожар был локализован, а пострадавший доставлен в больницу. Погибших нет, подробности происшедшего уточняются. Еще один пожар произошел около 6 часов утра 3 декабря в частном секторе поселка Семь Ключей. На этот раз горел целый дом. В деревянном строении под номером 6 по улице Водопьянова в одной половине проживает молодая семья, а во второй – одинокая пенсионерка. Начиная с 6.20 к дому начали подъезжать машины пожарной бригады, скорой помощи и службы горгаза. Пожар разгорелся не на шутку. Полыхали обе половины дома, а общая площадь пожара составила приблизительно 50 квадратных метров. Ему была присвоена категория 1БИС. На пожаре работало порядка 9 пожарных расчетов. Самое ужасное заключается в том, что семье, состоящей из родителей и трехлетней девочки, сейчас, по всей видимости, жить негде. К счастью, на этот раз обошлось без жертв. Причины возгорания устанавливаются. Ежегодно в городе с декабря по март проводится операция «Катушка». Это время года, когда дети активно катаются с горок на лыжах, санках, да и на всем том, на чем можно скатиться. Помимо специально построенных горок, ребятишки часто раскатывают склоны, которые заканчиваются на проезжей части. Для этой операции привлекаются, естественно, районные подразделения Государственной инспекции безопасности и дорожного движения. Это, в частности, служба дорожного надзора, которые проводят обследование в районах с целью выявления как раз-таки таких горок. И, естественно, мы пишем предписания в ЖКХ, в ЖКУ, директорам школ, для того, чтобы они принимали меры для устранения этих горок. Наша съемочная группа решила прокатиться с таких горок-катушек, чтобы выяснить, насколько они опасны. В первую очередь наши репортеры прокатились с горки, которая находится за Коском, Россия. Ну, родители тоже должны следить за этим, сами, я думаю. Так что тут уже был случай, когда ребенок попал под грузовик. Вот так как у меня внучка еще маленькая, меня это не очень тревожит. Ну, вот других детей-то, конечно. Второй, очень опасной катушкой, был склон скоростной дороги Московского тракта, что на пересечении улиц Викулово-Металлургов. Днем горка пустовала, но по всему видно, что после занятий в школе здесь соберется много детворых. Мне бы хотелось обратиться ко всем гражданам нашего города. Если вы где-то видите данные горки, которые выходят на проезжую часть, значит, просьба позвонить по телефону 22-62-73, для того, чтобы мы своевременно отреагировали и данная горка была ликвидирована. Ночной патруль, в свою очередь, обязуется информировать телезрителей о ходе проведения операции «Катушка». За минувшие сутки в области произошло 217 преступлений, раскрыто 124. Раскрываемость составила 57%. В заранее совершенные преступления сотрудниками милиции задержано два преступника, находившихся в розыске. В области произошло 40 пожаров, в огне пострадало 6 человек. Пожарным удалось спасти 37 человек. Произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 5 человек. Данные предоставлены пресс-службами ГУВД, УГПС и ГИБДД. Ночной патруль приглашает сотрудничество журналистов, видеооператоров, видеоинженера. Оплата достойная. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова